Добрый день всем! Здравствуйте! Здравствуйте! Прежде чем начать наше совместное видео с мамой, мы хотим поблагодарить всех наших подписчиков за все ваши тёплые слова и комментарии. Спасибо вам всем огромное! Спасибо! Но, как вы уже поняли, комментарии у меня бывают не только душевные и искренние, комментарии у меня бывают разные. И хочу сказать, что тех пользователей, которые несут хамство и негатив, я блокирую. Но сам комментарий я могу оставить, чтобы вы его тоже почитали, посмотрели. Если честно, то мне жалко таких людей, которые несут в себе вот эту злобу, агрессию, какую-то зависть, негатив весь. Да, я глубоко им сочувствую. Но сегодня мы будем говорить не о комментариях, а опять же отвечу на... Мама ответит на самый популярный вопрос, который вы ей задаёте. Звучит он так, вопрос к Ольге. Как вы ухаживаете за кожей и не только кожей лица? У вас шикарная кожа тела и шейка такая молодая. Ну, знаете, у меня уже было видео на эту тему, секрет её молодости, где мама подробно рассказывала, что она делает для своей кожи, чтобы сохранить её такой вот молодой и здоровой. Наверное, ты сегодня просто немножко добавишь, да? Просто добавлю, да. Потому что, что уже говорилось ранее. Ну, давай расскажи, что ещё ты делаешь со своей кожей? Лица и шеи, и тело. И я уже говорила, что особого внимания большого такого я не уделяю своей коже, да? Ну, и вот какие секреты это... Ну, во-первых, конечно, это же генетика. Я вот тут говорила в том видео, да, где секреты молодости. Ну, просто хочу сказать ещё, какие я делаю упражнения. Ну, например, когда я сплю, я сплю всегда вот так вот запрокидываю голову. Он не на больших подушках, а на маленьких, на маленьких, тоненьких подушках, да. И у меня всегда вот под шеей, ну, вот мой медвежонок лежит. Я вот так вот с ним сплю, запрокидываю. Но я никогда не подпираю... Чтобы на шее не было морщин. Да, вот так натягиваю. Вот этот вот второй подбородок, чтобы не образовывался, да? Ну, наверное, не знаю, как-то это вот ещё... Давно меня мама так приучила, говорит, спи вот так всё время с поднятой шеей. Вот так я и продолжаю спать. Но никогда не подпираю кулаком или там ещё как-то своё лицо. Вообще я стараюсь не прикасываться своему лицу, да. Ну, если там... Тоники вот эти всякие там, да. Ну, нет, я уже говорила, никаких тоников, никакой пудры, ничего, кроме крема я не принимаю. Крем наш советский, чистая линия и ничего более. В основном, наверное, генетика. Да. Ну, вот, ну, что ещё. Ну, ты же делаешь какие-то вот, ты говоришь, малыша усмотрела. Я вот с вами смотрю программу малышевой, да, всегда. И если вот она там что-то говорит о том, что нужно как-то подтянуть там какие-то мышцы лица, или ещё вот последнее время смотрела, она говорит, поднимите голову вверх и 10 раз поцелуйте потолок. Ну, вот вроде бы как натягиваются мышцы лица. Да, правильно. Ну, вот я вот и делаю там иногда, но не каждый день, как вспомню, что нужно мне поцеловать потолок, так я вот и поднимаю голову. Ну, и сегодня мы с мамой решили порассуждать и рассказать вам, как узнать, насколько долго человек живёт в Англии. Вы знаете, на эту тему уже были, конечно, много видео, вариантов различных от различных блогеров, вот. Но мы с мамой поговорили, всё это пересмотрели и решили сделать, добавить к тому, что уже было ранее сказано, добавить свои личные выводы и умозаключения. Итак, ты долго живёшь в Англии, если 25 декабря, в Рождество, готовишь традиционную индейку с безвкусными к ней овощами. Ну, овощи-то какие у нас? Морковка идёт, картошка такая мелкая, брокколи, брюссельская капуста, да. То есть вот это показатель. Дальше. Ты долго живёшь в Англии, если щедро намазываешь булочку или хлеб маслом, да, когда ты что-то ешь, например, любой суп-пюре, да. И особенно, когда ты уже становишься приверженцем супов-пюре, да, потому что в России у нас, ну, не знаю, где и как, в каком регионе, но, во всяком случае, в том месте, где я жила, и моё окружение было не так сильно, было вот привязано к этим супам-пюре, да, правильно? А сейчас мы готовим. А здесь мы сейчас готовим уже супы-пюре, брокколи и стилтон, мне очень нравится, да, морковь и кориандр. Машурум я готовила. Да, грибной суп тоже, вот, поэтому это вот, я считаю, что это вот является как бы таким показателем, да. Дальше. Мы выписали всё на листочек. Ты долго живёшь в Англии, если улыбаешься во весь рот, встречая совершенно незнакомых людей и просто спрашиваешь, не только говоришь им привет, там, hello, да, а ещё спрашиваешь их, how are you? Ну, или, например, человек идёт к тебе, и ты ему говоришь, all right, то есть это значит то же самое, всё в порядке, всё у вас хорошо. Хорошо. Лен, а вот ещё. Приходишь в ресторан, поешь, да, и потом заказываешь десерт вначале, а потом уже только чай. Чай и кофе, да? Да. То есть не то, не сразу, как вот у нас. Не сразу, как мы привыкли в России, да, а сначала десерт, а потом чай и кофе. Да, да. Но также вот когда гости к тебе приезжают, да, ты тоже сначала подаёшь им десерт, а потом уже чай и кофе. Да, да. Да. Дальше. Ты долго живёшь в Англии, если хотя бы раз в месяц, ну, в любом случае, там, живёте вдвоём или же, опять же, вы встречаете гостей, вы готовите традиционный английский завтрак. Ну, вот сегодня утром, например, Кен приготовил. А, да, да, да. Полный английский завтрак. Традиционный английский завтрак. Ну, вы все знаете, что он состоит из яиц, бекона, сосисок, кровяной колбасы, грибов, что там ещё у нас, томаты, эти самые, помидоры, и всё это заправляется консервированной фасолью. Но там же ещё бывают различные вариации на эту тему. Добавляются такие, знаете, как картофельные такие лепёшки, хашбраун называются. Вот, поэтому вариантов много. А, вот, Лен, ещё. Ты долго живёшь в Англии, если приходишь в гости и остаёшься ночевать. А, да, да, да. Потому что все любят оставаться ночевать. Да, да, и даже, когда звонят, там, договариваются друг с другом, то говорят, давайте с ночевой, да? Да, вот если к нам приезжает сестра, мы приехали. Ну, вы-то, да. Ну, вот, сестра, привет, она живёт вот недалеко, да, и тут у неё дочка рядом живёт, а она у нас остаётся ночевать почему-то. Может быть, все напьются и не хотят ехать домой, да? Ну, не знаю, не знаю. Но это тоже вот один из признаков. Ты долго живёшь в Англии, если ты идёшь в ресторан не по какому-то поводу, а просто потому, что вам не хочется готовить, или у вас пустой холодильник, да? И вы тогда идёте в ресторан. Да, точно. Лена, а вот ещё. Ты долго живёшь в Англии, если у тебя магазин под боком, а ты берёшь машину и едешь. Как я тебе сегодня предложила. Я теперь могу это сделать, но не делаю. Нет, нет, не надо. Не надо, не надо, ходи пешком. Ты долго живёшь в Англии, если отвечай на вопросы типа вам кофе, отвечаешь да, пожалуйста, или нет, спасибо. Обязательно добавляешь вот эти вот слова «пожалуйста» и «спасибо». «Yes, please» и «no, thank you». Вы знаете, они здесь с рождения приучают детей вот к такой вежливой манере общения, да? Точно. Да, всегда. Я теперь уже всегда так говорю. «Yes, please» и «no, thank you». Ну, я тоже. Да, обязательно. Ты долго живёшь в Англии, если уже сам пьёшь чай с молоком, да, и по инерции предлагаешь его своим гостям точно так же, уже не спрашивая, хотят они молоко в свой чай или нет, просто наливаешь. Просто добавляешь и всё. Кстати, здесь чай с молоком называется white tea, белый чай, они называют как белый чай. Ещё что? Ещё могу сказать, ты долго живёшь в Англии, если, например, в любом магазине или в банке, или где-то ты видишь очередь, или решаешь к ней присоединиться к этой очереди, к стоянию в очереди, то соблюдаешь дистанцию между собой и стоящим впереди человеком, да? Не дышишь ему в затылок, как у нас, да, в России это было, не знаю, как сейчас, вот, а соблюдаешь дистанцию, ну, минимум сантиметров пятьдесят, наверное, полметра. Ну и, наконец, ты долго живёшь в Англии, если тема погоды становится твоей излюбленной темой разговора, да, в любой беседе. Так что, дорогие подписчицы, у нас сегодня плюс двадцать четыре, солнечно, но очень-очень ветрено. На этом мы с вами прощаемся, до свидания, до новых встреч. Пока-пока.